Уничтоженное озеро, разрушенная дорога и мосты. Дачники Емельяновского района пытаются добиться восстановления разрушенного гидротехнического сооружения. В каком состоянии остальные дамбы в крае и какие судьбы у аварийных объектов? Подробности далее. А вы видели сосульки на Красноярской области на железобетоне? Железобетон дренирует, а она дренирует 30 лет. Никакого ухудшения. Леса Емельяновского района неподалеку от железнодорожной платформы Лесная. Именно здесь началось выездное заседание комитета по природным ресурсам и экологии. Дело в том, что к народным избранникам поступила жалоба на администрацию района от дачников. Люди сетовали, что чиновники приказали разрушить дамбу и спустить лесное озеро. По словам садоводов, администрация, не имея в штате специалистов под гидротехническим сооружением, самостоятельно признала пруд опасным, спустила воду и разрушила дамбу и дорогу. Сделали это, прикрываясь заботой о безопасности садоводов, которых якобы может затопить. Хотя общество находится на горе, а пруд в низине. Изначально пруд создавался на средства садоводов и их силами. Поэтому возникла неразбериха с тем, кому он все-таки принадлежит и кто несет ответственность за его содержание. По всему Красноярскому краю достаточно много гидротехнических сооружений, которые не поставлены на учет. Гидротехнические сооружения, которые несут нагрузку для жителей, для дачников. То есть у нас существует программа, разработанная правительством Красноярского края. Но сейчас при корректировке там тоже вносятся изменения. Сейчас в Емельяновском районе при корректировке бюджета выделено порядка 400 тысяч рублей на восстановление дамбы. Садоводы просят вернуть озеро. Но на это, по предварительным подсчетам, уйдет порядка 8 миллионов рублей. Администрация района совместно с депутатами законодательного собрания ищет варианты, чтобы и водохранилище заново построить, и в будущем избежать повторения подобных ситуаций. Нужно действительно промориторить сегодня ситуацию на территории всего Красноярского края. И может быть в процессе обсуждения мы выйдем на то, чтобы в рамках выполнения краевых задач провести такой вот серьезный мониторинг по всем объектам. И может быть в рамках программы по гидротехническим сооружениям как раз сделать эти исследования, не поручая каждому муниципалитету отдельно, а провести в комплексе по всему Красноярскому краю и восстановить ту документацию, которая ранее была уже по 30 объектам. На территории Красноярского края сегодня функционирует порядка 1600 гидротехнических объектов. Из них 58 находятся в опасном техническом состоянии, создающем угрозу жизни людей. 80 сооружений являются бесхозными. О должном уровне безопасности здесь говорить не приходится. Главная причина такого положения дел, по мнению заместителя председателя комитета по природным ресурсам и экологии Андрея Колесникова в финансовом вопросе. Это недофинансирование за те годы, когда этим вопросом не занимались. Сейчас для того, чтобы решить вопрос, нужно очень много финансовых средств. А учитывая дефицитность нашего бюджета, я думаю, это будет сделать непросто в ближайшее время. Надо работать с федерацией по перераспределению налоговых поступлений. По итогам выездного заседания комитета депутаты приняли решение рекомендовать главам территории края подготовить программы по восстановлению гидротехнических сооружений и предоставить их в Министерство природных ресурсов и экологии края.